20 часов и 8 минут. Добрый всем вечер. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Чиш. «Особое мнение» представляет сегодня писатель Виктор Шендерович. Здравствуйте. Добрый вечер. Я сразу напоминаю вам, координаты этого эфира плевелялись фотографиями с акцией девушек, которые вот развернули феминистские лозунги практически аж, как говорилось, на территории Кремля, как это они попали вот на арсенальную башню. Сегодня выясняется, что не попали они на арсенальную башню, а пририсовали себя к ней. И в этом смысле, ну, я не знаю, дискредитирует вообще как-то подтасовка части протеста сам протест? Ну, слушайте, есть инструменты, да, и есть люди. Есть протесты, есть люди, выходящие не фейково, как Эльдардадин, да, по серьезным поводам, как Эльдардадин, отвечающие, как Эльдардадин. А феминизм это не серьезный повод, что ли? А этот феминизм, то, с чем они вылезли, да, это нет. Это, во-первых, и сам-то феминизм этот игрушечный, позорный. 200 лет, да, вот чего, чего, с чем они вылезли-то? Добро бы еще повод был. С чем они вылезли? С требованием декриминализации семейного насилия? С нашими, тем самым, зонами женскими, с домами ребенка? Вот с этим всем ужасом средневековым, который у нас есть, да, нет, они вылезли по поводу того, что, а, там, по приколу, это такая распространенная интонация, никакого отношения к оппозиции это не имеет. Это называется по приколу. О, типа, круто, все заметили, сколько лайков собрали, отлично. Это по приколу, это никакого отношения к оппозиции заведомо не имеет. К феминизму, это борьба, напоминаю, да, содержание термина, это борьба за равноправие и за права женщин. И здесь непаханное поле, непаханное в России. И мы движемся от европейских норм, мы движемся от закона, мы движемся в сторону Средневековья, да, большими шагами. А они хотя, они по дорожку, по приколу потребовали возвращения Екатерины, Елизаветы, да, что там, значит... Ну, возвращение потребовали, сказали, что 200 лет мужчины в Кремле, долой. Ну что, ну давайте Меркель позовем, благо немка, да, нам не привыкать. Да, что, про что это, не про что, это про лайки. Это про то, что, это лакосборник, это мы сейчас круто, ничем не рискуя, соберем лайков. И все будут о нас говорить. Это позорище, частное позорище этой группы лайкосборников. Никакого отношения к оппозиции, к феминизму это не имеет. Есть люди, кстати говоря, и журналисты, и правозащитники, которые работают внутри этой темы феминистской, да, и это совсем другое дело. Я вот, кстати, хотела вас спросить, видите ли вы как раз у нас где-то феминизм, который заслуживает вашего уважения, потому что очень часто как раз какие-то комментарии статьи, колонки и, ну, какие-то выражения этих идей, они перерастают не в равные права, а в то, что вот только эти лучше, а вот те, которые сильнее, хуже. Ну, еще раз, я не специалист по феминизму, и я не готов тут комментировать их акции. Они бывают разного вкуса, разного содержания, да, и это не так важно сейчас. Как важно подчеркнуть, что есть борьба за права человека, и феминизм это часть этой борьбы, за права человека, в частности, за равноправие женщин и за их права. А есть вот этот вот лайкосборник, в который превратилась огромная часть нашей политики. В глобальном смысле? Ну, да, вот такая тусовочная. Не только нашей, разумеется, но нашей в сильнейшем. За неимением возможностей заниматься, влиять реально на политику, за неимением возможностей действительно что-то менять политическими инструментами, это становится таким вот... Хорошо, тогда становится непонятно, в какой момент, где граница между вот какой-то игрой и тем, что вы назвали, что называется, по приколу, да, вот, и действительно политическими заявлениями. Я не знаю, вот, например, ловля покемонов в храме, это тогда что? Это политическое заявление или это лайки? Да, нет, это... Я, еще раз, я не знаю, что там было в душе у этого конкретного человека, но это совершенно очевидно по содержанию политической акции. Когда мы живем в клерикальной стране, когда мы живем в стране, где клерикализм набирает силу, то человек вот таким образом, парадоксальным, юмористическим, сатирическим, да, вот таким образом высказывается на эту тему. Это высказывание на, внимание, социально важную тему. Феминизм это тоже социально важная тема. Нет там никакого феминизма. Я еще раз говорю, если бы они выступили против декриминализации семейных побоев, то тогда я бы говорил, жалко, что люди, которые выступают в защиту прав, так трусливые, да, и не могут сделать ничего сами, а прячутся за интернет-возможности. Но тут вообще не о чем говорить, и мы, по-моему, много времени уделяем этой пустоте. Ну, впрочем, у нас есть еще, что называется, о прекрасном теме. Вот как-то название «Красавица и чудовище» в последнее время в новости попадает. Я имею в виду фильм диснеевский, который должен выйти в России 16 марта в прокат. Но вот депутат Милонов требовал его проверить, потому что там вроде как должен появиться такой первый во вселенной Диснея персонаж «Открытый гей». И вот целая специальная комиссия профильного института культурного наследия Лихачева посмотрела фильм и не нашла никаких там нарушений. Господи, боже мой. Но ведь не нашла, то есть, значит, все так не так плохо. Ну, во-первых, спасибо, что не нашла, да, если считать от абсолютного маразма, то мы где-то все-таки, значит, задевши брюхом землю, все-таки ушли-вышли из пике, да. Если бы комиссия имени Лихачева, да, еще бы нашла, это было бы совсем весело. Вот, но давайте посмотрим на этот пейзаж. Давайте посмотрим на пейзаж немножечко общим планом. Вот это депутаты нашей Государственной Думы, государственные институты, которые занимаются поисками геев в мультфильмах Диснея и мироточением Бюста. И созываются специальные комиссии. Все это стоит денег. Все это люди, существующие на наши деньги. Это депутаты, еще раз, это не два умалишенных, городских сумасшедших, Милонов и Поклонская. Ну, такие люди бывают, они везде бывают. Нет, это государевые, да, государевые люди, крупные государевые люди на крупном содержании, задействованы крупные общественные институты. В стране, где на свободе те, кто пытают людей, где пеницетарная система такая, что, значит, средневековая, где конь не валялся в правах человека. Это просто, это вот до каких мышей мы дотрахались в стране, что депутаты Государственной Думы и Государственные институты занимаются этим, в то время как страна просто гниет и готовится к взрыву. Ну, вы же, я не знаю, вот если выбирать-то, чем будет заниматься этот или эти депутаты поиском мироточащих бюстов или от себя будут писать законопроекты, то в смысле меньшего зла вы бы, что бы выбрали еще? Я бы, вот вы опять не в первый раз предлагаете мне выбирать между чумой и холерой. Так что есть? Нет, секундочку. Подождите, что есть, что мы, от того, что мы скажем, ничего из того, что есть, буквально не изменится. Единственное, что мы можем сделать, это поставить правильную систему координат. Значит, страна, в которой депутаты Государственной Думы городские сумасшедшие, и эти городские сумасшедшие являются трендом, да, конечно, можно отсчитывать, они могут, можно сделать охлобычно депутатам Государственной Думы и обсуждать не сжигать ли из огнеметов геев. Это тоже было бы неплохо. Это, видимо, следующий этап. И тогда я скажу, ой, верните мне Поклонскую, будем заниматься мироточением. Но, может быть, между, в этом треугольнике, выйти за этот треугольник, Милонов, Охлобыстин, там, и Поклонская. Может быть, вернуться там, какой-то маломальский, хотя бы в мозгу вернуться. Мы сейчас ничего другого с вами сделать не можем и радиослушателям предложить не можем. То есть у нас в голове должна быть какая-то другая гипотетическая... Мы можем только, мы можем только напоминать таблицу умножения. Мы можем только говорить, трижды три, девять, граждане. Давайте депутаты Государственной Думы должны заниматься не этим. Значит, страна, в которой вот такие депутаты и этим занимаются, это тяжело больная, неадекватная страна. Вот это не худо бы осознать. Виктор Шендерович, его особое мнение. Буквально через несколько минут вернемся в эту студию. Чего-то раз уж мы так осили на этих двух кейсах, я имею в виду историю с бюстом Николая Второго и одергиваниями фильмов. А как так получается? Это вообще связанное взаимоявление, что как-то сама система пытается это поставить на место. Ну, то есть вот комиссия РПЦ поехала, посмотрела на бюст, не нашла следов мироточения. Да, вот тут специалисты не нашли, значит, гей-пропаганду. Еще раз, можно, мы уже об этом, кажется, говорили. Как сказано вообще у Джерома, мы эту булочку, кажется, проходили в этом лабиринте. Да, но то же самое было бы год назад, скажем. Или что-то изменилось принципиально. Может быть, но мы обсуждаем степень деградации. 99% деградации или 93%, и нам по этому поводу надо возрадоваться. Ну, давай возрадуемся, что не окончательная деградация совсем. Вот что все-таки система... Братцы мои, ну, невозможно больше в этой парадигме разговаривать. Ну, давайте радоваться этому. Но, может быть, все-таки мы похлопаем себя по щекам и посмотрим на этот парад уродов, так сказать, трезвыми глазами. Хорошо, если тогда все не до конца деградировало, то вот мне очень интересна история с судьбой дальше Исаакиевского собора. Потому что, опять-таки, сегодня следователи взяли и не стали возбуждать уголовное дело против участников пикетов в самом соборе в январе, еще в конце января. Смотри, значит, тут мы плавно переходим к разговору о... Господи, прости, значит, в огромных кавычках, оттепель, да. И опять все то же самое. Значит, можно отсчитывать от железных заморозков, от этого морозильника, от пыток Эльдара Дадина, да, от избиений на Болотной, от сотен политзаключенных, кстати, сотня-то и сидит до сих пор, да. Можно отсчитывать от пыток Дадина в тюрьме, да, безнаказанных. А можно по поводу того, что Дадина выпустили, начать дико эйфорить и радоваться, и видеть кругом-кругом приметы этой наступающей весны. Вот Исааки оставили в покое тех людей, которые там были. Вот это, вот этого отпустили, вот ту помиловал. И все, оттепель, оттепель, оттепель. Ребят, давайте не будем мы идиотами. Единственное, что мы можем сегодня сделать, это сохранить ясность ума. Еще раз, это не зависит, это все-таки внутри человека, каждого. Это не зависит от политической ситуации в стране. Каждый человек может позволить себе быть адекватным. Как говорил Сенека, да, это невозможно изменить, но это можно презирать. Еще это можно анализировать адекватно. Так вот, это очередная оттепель. Еще сейчас про этих снятых генералов, вот про это все, да. Значит, это в очередной раз, очередной, много раз опробованный, десятками тиранов до Путина, инструментарий, выхода во всем белом, отделение себя, отдел рук своих. Так я, собственно, к чему? К кому он в белом-то выходит? К народу. К какому народу? К тому, который проголосовал на выборах прошлых, голосовал на парламентских и так далее, они не знают таких фамилий, скорее всего, как Дазин, Чудновец. Нет, секундочку, секундочку. Есть какое-то... Нет, 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 тем не менее. Есть какая-то, прости господи, элита, уж какая есть, не английская, вот такая. Есть какое-то общественное мнение на уровне нескольких миллионов человек фейсбучно-интернетных. Ну и вот это что, они передумают по поводу Владимира Путина, что ли, от этого? Нет, вот опять в очередной вброс. Я столько, мы столько... Это мне кажется, честно говорю, мне кажется, совершенно неприличным это уже обсуждать. Это в очередной раз, этих разводок было, эти наперстки мы наблюдали с вами, вот уже в течение, да не десяти, даже побольше лет, когда то тирания, то вдруг откат, то вдруг оттепель, то вдруг Медведев, да? То вдруг отпустили Ходорковского. И все говорят, ой, другой Путин, другой Путин. Это было за месяц до Крыма, за полгода до Донбасса, да? Ой, другой Путин, ой, оттепель. Да, братцы мои, значит, нет никакой оттепели. Оттепель начинается с того, что сдыхает тиран. В 1855 году, в результате после Крымской войны, проигранной, сдыхает тиран. Начинается какая-то оттепель. Вот крепостное право отменяют. Только после того, как он сдох, и что-то, и страна потерпела поражение, и до элиты начало что-то доходить, и появились возможности изменить. Оттепель начинается в 1953 году, когда сдыхает тиран. Сдыхает. И появляется возможность, хоть как-то, понятно, не до конца, да? Но как-то действительно что-то меняется, по-настоящему. А оттепели, которые устраивал Николай, тот же самый, до того, как умер, да? И Иосиф Вястреонович тот же самый, до того, как умер. Десятки оттепелей. Я вам напомню, как радовались приходу Берии. Радовались. Это была оттепель, Оксан. Ты не в курсе, просто. Ты забыла. Маленькая была. Да? Это была оттепель. Видимо, очень маленькая. Это была оттепель, потому что Ежова сняли. А Берия пришел. Это была оттепель. И таких оттепелей были, ну, под десяток точно. Это классика. Закрутить, открутить. А еще классика. Это, повторяю, отделить себя, отдел рук своих. Путин опять... Ну как? Путин же всегда во всем белом выходит. Путин, видите, они что-то устраивают ужасное, он потом, да, ведь не он же посадил, да, за СМС-ку, не он же посадил суд, он исправил эту ошибку, он велел разобраться. Он снял генералов МВД, он снял начальника УФСИНа. Он... Да, неправосудные решения. Как работает это все? Он тут вообще ни при чем. Есть вот эти плохие бояре, и регулярно есть хороший царь, который выходит во всем белом. Братцы мои, ну, эта технология работает на, извините, на потребителей первого-второго канала. Так, потребители первого-второго канала, вы не можете откреститься от 90% населения Российской Федерации, которые смотрят первый и второй канал. Они, к сожалению, определяют мою и твою судьбу. А то мы речи. Да? Да, эти потребители жвачки. Это второй вопрос, да, что вы... сделана ставка на люмпина, на человека, потребляющего жвачку эту, не способного анализировать. Это второй вопрос. Я сейчас говорю только о том, что мы сами, хотя бы мы сами, те, которые потребляют что-то другое, а не эту жвачку, не должны просто позорно произносить, зашите себе рот с этой оттепелью, зашейте себе рот, это позор, и в очередной раз вам будет, тем, в ком квартирует совесть, будет стыдно, когда он в очередной раз, сейчас он отпустил что-то, какие там внутренние реки текут, мы не знаем, что там ему прищемили на международной арене, почему он счел нужным сейчас устроить эту оттепель, эту видимость. А это не только для внутреннего потребителя? Думаю, что не только. Есть версия, что не только. Но, это еще раз, это второй вопрос, почему, почему Сталину понадобилось иногда отпускать, почему Николаю, да, это нормальный маятник, нужно создавать иллюзию общественной жизни, за ее неимением, за неимением реальной общественной жизни, которая заключается в том, что доклад Навального о Димоне будет темой, главной и единственной темой в больших федеральных СМИ до тех пор, пока не уйдет в отставку вся эта власть, не сменится и не пойдут под суд все, кто замешаны в коррупции, либо не сядет тот, кто, как выяснится, оклеветал. Никакого третьего варианта в нормальной стране быть не может. Либо это клевета, либо это правда. Если это правда, должны уйти в отставку все. Ну, вот вам сказали на уровне там всяких просекретарей, что это клевета, не стоит ли обращать внимания? Нет, 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 секундочку. Ничего не опровергнуто. Это называется я и я, это не опровержение, это называется я и я и лошадь не моя. Когда глава полиции совета партии, господин Неверов, в ответ на абсолютно доказательные с фактами, с цифрами, с документами подробные расследования Навального, отвечает, Леша, ты от армии откосил, да и вообще так, да? Ну, вот это явка с повинной. Им нечего возразить по существу. Точка. Нечего возразить. Или они не считают нужным ничего возражать. Они не считают нужным возражать, потому что СМИ, государственные люди, которые руководят СМИ, журналисты, совершили акт, извините за коммунистическую терминологию, государственной измены. Потому что они не рассказывают об этом никто. Потому что полный мораторий. Им сказали молчать, и они молчат. Это государственная измена. Это желтый билет. Волчий. Да? Вот. Это потому, что суды молчат. Прокуратура. Это государственная измена. Следственный комитет. Это государственная измена. Они все повязаны. Это все одна банда, как сказано выше. Значит, еще раз. Мы не можем сегодня это изменить, но мы, по крайней мере, должны ясно понимать, что происходит. Виктор Шандерович и его особое мнение продолжатся буквально через несколько минут. Для слушателей и зрителей напоминают телефон. 7, 9, 8, 5, 9 телефон для ваших сообщений. Кстати, Оля, про расследование ФБК этого сообщения много. Но на самом деле, ведь здесь показательно в этой истории не только само расследование, не только реакция на него властей, но и реакция, ну, скажем, других людей с позиционного поля, которые выражались в том духе, что, а, ну понятно, в Кремле, значит, происходит кастинг на должность премьера. Ой, 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 ой. Вот как Высоцкого док, что слушали, да, в межпрограммке. А мы все ищем правильный ответ и не находим нужного вопроса. Это вопрос интересный. Кто там во власти заинтересован? Как это связано с расследованием, расследованием Навального, да? Вконтакте ли он, не вконтакте, используют, сливают ли ему, не сливают. Это очень интересный вопрос. Но это второй и третий вопрос. Первый вопрос. Для нормальной страны коррупционер ли его премьер-министр? Это глава? Это да или это нет? Если да, он должен сесть в тюрьму, а правительство для начала уйти в отставку. Для начала должна уйти в отставку прокуратура, которая этим не занимала Следственный комитет, вся власть, да? Если да, если нет, должно быть, да, значит, мы имеем дело с клеветой на должностное лицо. Тут тоже есть свои инструменты, да? Вот, вот что должно интересовать людей, нормальных людей в нормальной стране. Мы все время закатываем глаза. У нас все время все такие тонкие, все такие, и этим покрывается пофигизм, на самом деле. Это все прикрывает нашу абсолютную импотенцию, невозможность ничего изменить. А поскольку мы не можем ничего изменить, и нам как-то надо себя оправдать, да, то мы делаем многозначительное лицо и говорим, да ладно вам, ну мы-то знаем, ну что же вы, мы-то знаем больше, чем вы, что же мы будем, да? Это там, да. И это позволяет чувствовать себя благородным, приличным человеком, а не трусом с мокрыми штанами, да? И, значит, вот и все. Вот и все. Это, так сказать, закатывание глаз. Может быть, там в подоплеке есть какая-то борьба башен. Мне это интересно во вторую очередь. В первую очередь интересно то, что 7 миллионов человек посмотрели ролик с Гитлером про Димона, да, свежий. 5 миллионов в курсе. Это та часть общества, десятая часть которой может сменить, сменить власть в стране. Это активная, снабженная интернетом, да, продвинутая, отличающая Медведева от Иванова, там, да. По крайней мере, это продвинутая относительно, хотя бы в технических возможностях. Сменить это каким образом? Сменить. Из них половина живет в регионах, не будет на выборах. Послушайте, не в этом дело. Это достаточно, это потенциальная, скажем так, элита. Это потенциальная элита. Это люди, которые создают правила, да, слушай. Значит, когда эти люди, значит, закатывают глаза и говорят, да ладно, и все продолжается, как продолжается, это означает тяжелейшее поражение иммунной системы в стране. Потому что вопрос же не в том, что болячка какая-то. Вопрос в том, как организм реагирует на эту болячку. И вот мы можем сравнить с Америкой, где гораздо меньше, разумеется, проблемы с элитой, с отрывом элиты, с дефицитом веры в элиту, выливается в Трампа. И мы видим очень важную вещь, как повышается температура в обществе в рамках легитимных инструментов, в рамках противостояния ветвей власти, в рамках демократического процесса. Повышается температура, но в рамках демократического процесса. И это очень хороший сигнал. Это значит, что сигнал о болезни организмом воспринят, организм приступил к работе, повысилась температура. И поэтому, поскольку инструменты работают, лекарства известны, мозги на месте, то есть большой шанс на, собственно, почти не сомневаюсь, на выздоровление. В нашем случае абсолютная апатия и глухота, как камешек в воду, но это не пропало никуда. Энергия раздражения, она существует. Социологи её наблюдают. Мне не надо, я повторяю, поскольку я хожу по улицам, езжу в метро и на машинах, да, ловлю леваков, мне не нужно никакого вциома. Раздражение нарастает, раздражение сильнейшее. Дальше национальной традицией, да, терпеть, обывать. Почему вы думаете, что раздражение-то нарастает? Вот где оно нарастает? Оно внутри, разумеется. Оно, разумеется, внутри. И выплеснется оно самым прискорбным для нас образом. Значит, поскольку вот расследование, такого рода признание в абсолютной прогнившей власти, в абсолютной коррупционности, премьер-министр, прокурор, панамский этим, виолончели Путина, абсолютно прогнившая власть, это известно, это стало фактом общего сознания, но дальше, как сказано у Ежелеца, если кричат ура, значит, еще терпят. Значит, миллионы людей, ведь даден всегда в меньшинстве. Даден всегда в любом обществе, в меньшинстве. Значит, те, кто выйдут в протест, исходя из каких-то гражданских соображений, из принципов, кого поведет чувство собственного достоинства, и всегда заведомое меньшинство. Большинство пережидает любую власть. Что Батыя, что городового царского, что красного конника, что ЦК КПСС, пережидают. Так же и пережидают. Потом, чем дольше пережидают, как известно, тем кровавее бывает смена. Это азбука. Если смена не происходит так, как она произошла в Америке, путем драматичных, конфликтных, обостренных, но все-таки выборов, и потом обостренного, конфликтного, обнаженного, но все-таки легитимного противостояния. Если это не меняется так, это меняется как-то по-другому. И вот здесь та опасность, которая нас поджидает. В расследованиях Навального, расследование Навального, не знаю до какой степени он осознает это сам, есть очевидное классовое наполнение. Он обращается к бедным, он обращается к некообразованным, он обращается к бедным, призывая их посмотреть, как жируют те наверху. Социальное неравенство исправляется либо медленной работой социальных инструментов, то есть отставкой проворовавшейся власти, наказанием коррупционеров, исправлением законов, исправлением нравов, общественным диалогом, либо так, либо пугачевщина при стопроцентном рейтинге. Однажды. Но только тогда, и я об этом писал, фигуранты расследований Навального, когда это лопнет, встретят это на своих яхтах, при своих княгинях, в своих виноградниках тосканских, на своих озерах Комо, на своих Майами. А классовый гнев, Оксан, выплеснется, например, на тебя, если у тебя, допустим, хороший прикид, шубка там какая-нибудь. У меня нет шубки. Ну вот заработаешь и обретешь классовый гнев. Имеешь шансы, вы считаете? Да. Я про другое. Значит, классовый гнев на тех, которые почище, на обладателей иномарок, на обладателей шубок, это будет именно классовый гнев. То есть вообще-то на средний класс, который вполне себе, например, в 12-м году выходил тут митинговать. Совершенно верно. Потому что до Сечина они не дотянутся, а до меня, например, дотянутся. И до моих друзей дотянутся. И до всех, кто... Ну, у меня нет машины, но до всех людей с иномарками, до всех людей при Киде, вот когда начнется дарвинизм. А эти ребята слиняют и будут там, в Оксфордах своих и на Сардиниях, сокрушенно говорить об этом рабском, дурном русском народе, с которым им опять не повезло. Им очень повезло с народом. Потому что именно потому, что он не может потребовать легитимного исправления ситуации. И вот сейчас накапливается эта энергия, и те, у кого минимальный исторический нюх есть, чувствуют, как сгущается эта атмосфера. Она там внутри. Есть проблема. Вы говорите о раздражении на коррупцию и на неравенство, как о болезни, да? Ну, у нас это, по-моему, не болезнь, а такой общий материал, который скрепляет весь организм. Потому что среднестатистический человек с помощью коррупции, сам не относясь к ней как к чему-то постыдному, решает свои проблемы. Получает паспорта, устроивает ребенка в детсаде. Разумеется. Давай я 18-й раз процитирую Конфуция. Давай, Конфуция. Правитель, ветер, народ, трава. Разумеется, коррупция есть везде. В Норвегии тоже, наверное. Но только дальше создаются правила игры. И в соответствии с этими правилами игры те же самые люди начинают вести себя по-другому. Это азбука социологии. Те же самые люди. Ты попадаешь в армию, ну, не ты, я попадаю в армию, я через неделю могу сморкаться в плац. Через неделю. Мне дела нет, нечего стесняться. Другие правила. Да, другие гигиенические правила. Но сейчас ты мне откуда взяться этим правилам? И среднестатистический человек смотрит на яхту и думает, я бы тоже такую себе нажил. Совершенно верно. Значит, это и есть правила, утвержденные. Это слово не мое, это слово замечательного поэта Сергея Гондлевского, который одним словом определил, что Путин сделал со страной. Он ее растлил. Это растление. Это подмигивает и говорит, да ладно, да ладно, зашибись. Ты великий, да? А все так и есть. Да все везде воруют. Ну, и я ворую, и ты воруй. Ладно. А люди изначально такие хорошие, хотели по правилам? Секундочку. Это и есть правило. Это и есть правило. Воруй. Воруй. Ты только не вылезай, только, да? Не вылезай против меня. Вот там, дадидом не будь. Вот это мы тебе покажем, например, как поступают с тем, кто с плакатиком. С честным. Воруй на здоровье. Меру знай, да? Бери-ка по городничему, да? По чину бери. Это правило. Они нам ухмыляются и подмигивают. Поэтому расследование Навального... Что нужно сделать, чтобы, значит, эти правила сломать? Ну, вот, пожалуйста, он обращается к МВД и говорит, ребят, вы плохо боретесь с коррупцией. Недостаточно. Для того, чтобы эти правила сломать, надо посадить и прогнать для начала от власти тех, кто эти правила создал. Всех? Да. То есть, вот просто снять весь аппарат, все МВД. Секундочку. Ну, естественно. Сейчас, к сожалению, вот мы на прошлом... На прошлом витке я был противник люстрации, признаю тебе. На советском витке я был противник люстрации. Сейчас я понимаю, что это была ошибка. Тогда казалось, да ладно, ну пускай, ну что? Кто старая, помянет вот эта вот вся ботва бессмысленная, да? Да ладно, ну пускай, ну что? Что мы такие жестокие? Мстить будем, да? Значит, мстить не мстить, но максимальное... Это не получилось даже у Германии по-настоящему. Даже у Германии, где три четверти эсэсов так и остались ненаказанными. А мы даже не приступали к этому. Даже не приступали. Но тем не менее, пока мы хотя бы не двинемся в эту сторону, но до того, как двинуться в эту сторону... Ну, как только мы в нее двинемся, будет Петроградский совет, который должен набрать, значит, новых... Вот наоборот, наоборот. Чтобы не было Петроградского совета, нужно, извини, академик Рыжов, академик Сахаров, профессор Афанасьев, Егор Гайдар, да, должны быть интеллектуалы, либералы, которые знают другие инструменты, некровавые инструменты изменения. Вот тогда не будет Петроградского совета. А иначе маятник, вот та самая энергия, которая накапливалась десятки лет царизмом, то есть идиотизм царской власти и тупость, и неспособность к реформированию. Вот потом маятник улетает в другую сторону, и те же самые люди, которые сдавали, значит, тот же самый народ, который винтил народников, да, и сдавал городовому, те же самые люди полезли срывать колокола. Вот и все. Поменялись правила игры. Ух уж эти правила все время берут, меняются. Практически каждый день. Спасибо большое. Писатель Виктор Шендерович сегодня представлял свое особое мнение. Меня зовут Оксана Чиж. Спасибо вам. Счастливо.